Приветствую вас! Меня зовут Каролина Колоди, и я имею огромную честь провести интервью с необыкновенным человеком, биологом, педагогом, журналистом, автором множества научных работ в области фиторемедиации, а также руководителем Института профилактики здоровья и научного совета Дуа-Лайф. Здравствуйте, доктор! Здравствуйте! Расскажите нам, пожалуйста, о своем увлечении. Меня очень интересует исследование красоты и мудрости природы, изучение того, что дает нам окружающий мир. Я много путешествую и, перемещаясь из одного конца планеты в другой, встречаю людей и целые культуры, которые почти ничего не знают о современной медицине. Как оказывается, люди, которые питаются тем, что дает лес и не контактируют с веществами, которые предлагает нам современная фармацевтика, живут значительно здоровее. Невероятно, ведь данный факт говорит о том, что в природе существуют все необходимые компоненты, стимулирующие механизмы самовосстановления организма. На самом деле, гениальность нашего тела еще полностью не исследована. Когда человек появился на Земле, растения были экологически чистыми. Животные, съедая их, давали нам абсолютно чистое мясо. Сегодня же все, что предлагает нам мир, слишком сильно загрязнено, начиная с удобрения истероидов и заканчивая антибиотиками, которые дают животным для ускорения набора веса. Эти вещества накапливаются в нашем организме в нем отделе пищеварительного тракта. В результате мы страдаем больше всего. Такова беда современного мира. И чтобы все это сбалансировать или хотя бы нейтрализовать, нужно вернуться к истокам. То есть к натуральному, либо органическому сельскому хозяйству, которое даст нам чистые продукты. Оттуда мы сможем получить вещество, которое в современных условиях нельзя назвать лекарством. Это что-то более ценное. Оно стимулирует механизмы самовосстановления организма. Я вырос в бещадских лесах. Бещады — это часть Польши, где вдали от грязного воздуха и шума города очень сильно ощущается чистота природы. Такая атмосфера как раз и вдохновила меня начать изучать окружающий мир и помогла определиться с профессией. И с каждой разгаданной загадкой природы я все больше преклоняюсь перед ее мудростью. Количество онкологических заболеваний растет из года в год. Ученые предупреждают, что каждый четвертый в определенный момент своей жизни заболеет каким-либо типом рака. Доктор, скажите, можно ли успешно бороться с этими заболеваниями, принимая проселект, в состав которого входят в том числе сметанное яблоко, онкария опушенная и абрикосовые косточки? Не только можно, но и нужно принимать этот препарат даже в профилактических целях, так как в его состав входят адаптогены. Я, слушая приведенные вами статистические данные, должен заметить, что, к сожалению, 38% населения Земли рискуют заболеть раком, и новые случаи болезни будут лишь ухудшать эту статистику. Онкологические заболевания часто воспринимаются людьми как приговор, но так быть не должно, потому что это неверное убеждение. Согласно комплементарной медицине, процветающей во всем мире и только начинающей развиваться в Польше, биологически активные субстанции действуют на наш организм, не давая побочных эффектов, и даже восстанавливают паренхему печени. А этот орган, к слову, очень важен. Ведь заболевая, человек попадает под влияние мутагенных факторов, что связано с низким уровнем глутатиона, который стимулирует наш иммунитет. Принимая препараты, подобные препарату Проселект, мы восстанавливаем здоровье. Давайте подробнее рассмотрим некоторые компоненты. Например, ункария опушенная, которая популярна у народа арауканов, стимулирует наш иммунитет и улучшает самочувствие. Сметанное яблоко или аноноколючее содержит ацетогенины, больше нигде не встречаемые соединения, которые характеризуются еще большей активностью поиска нетипичных изменений в организме, чем ункария. Кто-то из американских ученых сказал, что аноноколючее, словно ищейка выискивает раковые опухоли. Эти новообразования представляют из себя неконтролируемо делящиеся клетки. А данный препарат ищет место так называемого возгорания, откуда начинается болезнь и не дает метастазам разрастаться. Согласно статистике, 60% онкологических заболеваний начинается с толстой кишки. Это в первую очередь связано с гнилостными бактериями под названием Клостридии. В состав Проселект входят также грибы Шиитаки и трутовник лакированный. Эти грибы обладают уникальным действием. Оказывается, они содержат жирорастворимые витамины. Но что еще важнее, в их состав входит набор микроэлементов и такие полисахариды, как лентинан и гонодерма, которые, согласно клиническим исследованиям, могут эффективно бороться с опухолями, одновременно поднимая уровень глутатиона и повышая наш иммунитет. Дофамин также синтезируется с помощью глутатиона, что положительно влияет на гормональный фон. Много полезных вещей происходит. Данный препарат обладает профилактическими свойствами. Поэтому, если кто-то из вашей семьи болел раком, следует принимать Проселект для профилактики по две капсулы в день. Если же ваша жизнь уже находится в опасности, вы также можете принимать данный БАД, не исключая химиотерапевтических препаратов. Современная химиотерапия работает действительно очень эффективно. Сначала проверяются так называемые онкомаркеры, а потом уже подбирается лечение для конкретного вида рака. Но, к сожалению, как любое лекарство, химия дает побочные эффекты, уничтожая печень. Уже после шести сеансов химиотерапии печень практически полностью перестает вырабатывать глутатион. А ведь человек заболел раком именно из-за нехватки этого вещества. То есть, с одной стороны лечим, а с другой получаем обратный эффект. Я недавно прочитал статью о том, что якобы химиотерапевтические препараты работают на уровне плюс одного процента. Кстати, следует отметить, что ProSelect нужно принимать спустя 72 часа после сеанса химиотерапии. В таком случае негативное воздействие остатков химиопрепаратов в печени будет нейтрализовано. Эрнст Крепс, нобелевский лауреат, открыл, что амигдалин, то есть витамин В17, содержащийся в продукте ProSelect, обладает очень сильным воздействием на опухоли. Он их просто убивает. Однако позже стали распространять фальшивую информацию о якобы негативном воздействии амигдалина. Это длилось много лет, и лишь в 2003 году репутация витамина В17 была восстановлена. Сегодня его добывают, например, из косточек абрикоса, которые раньше считались отходами. Но вернемся к теме потенциала препарата ProSelect. Принимая его, мы укрепляем иммунитет не только по отношению к онкологическим заболеваниям, а также защищаемся от паразитов, убираем воспалительные процессы и вымываем артеросклеротические бляшки. А вот этот витамин В17, то есть амигдалин, содержит остаток цианида, которого все люди так боятся. Можете ли вы, как профессор, объяснить, как он действует на организм, и действительно ли нам стоит его опасаться? Были проведены биохимические исследования. Оказалось, что амигдалин содержит две молекулы глюкозы, соединение цианида и остальную часть, которую мы называем наводящим фактором. Раковые клетки очень прожорливы, они размножаются с неконтролируемой скоростью, поэтому нуждаются в большом количестве энергии. Их тянет, как магнитом, туда, где есть глюкоза. Автоматически наталкиваясь на цианид, они погибают. А он, в свою очередь, нейтрализуется патогенными клетками. Многие не хотят использовать амигдалин, так как боятся, что он может быть опасным для жизни. Однако сегодня во многих странах уже ни у кого не возникает никаких претензий по отношению к этому веществу. Я надеюсь, что в скором времени правда о витамине В-17 будет раскрыта также и в Польше. И я безумно рад, что полностью синергированный амигдалин улучшает свойства нашего препарата Проселект. Синергия порой улучшает свойства продукта на 300-500%. Это невероятно. Синергия, то есть соединение нескольких компонентов, да? Означает это не только соединение нескольких компонентов. Синергия — это что-то большее. Я бы сравнил ее с командой людей, которые хотят вместе достичь определенного результата. Когда команда выбирает лидера, этот человек отвечает за атмосферу, благодаря чему все вместе они будут легко и гармонично достигать больших успехов. Возьмем пример футбольной команды. Никто не ставит под сомнение опыт капитана, никто не спорит с ним. Можно его не любить, но все уважают за опыт и профессионализм. На поле также есть люди, которые радуются всему, что происходит, и всегда готовы действовать и поддерживать свою команду. Также и здесь в составе препарата Проселект есть лидер, главный компонент, которым является ункария опушенная. Гриб шиитаки, в свою очередь, гармонизирует действия БАДа. Эффективность препарата проверяется на специальном устройстве — хроматографе, измеряя количество вещества на определенный вес. В нашем случае результативность поднимается до 350, а иногда и до 400%. В фармацевтической промышленности существуют определенные стандарты, которых нужно придерживаться. Всех компонентов должно быть поровну. А ведь ни один человек не будет таким же самым, как другой. Однако лекарства всем дают одинаково. В природе нет стандартизации. Например, в этом году может быть меньше солнечных дней, а значит и меньше антоцианов, фестеринов в растениях. Зато появится больше флавоноидов, которые обладают антиоксидантными свойствами и способны нейтрализовать свободные радикалы. Разве это плохо? Нет. Флуктуация, то есть отклонение от нормы, важна для каждого организма. Ведь благодаря этому явлению в этот раз мы укрепим одну часть организма, в другой — другую. В связи с чем прекрасно работают адаптогенные и биологически активные субстанции, которые мы используем в наших продуктах. То есть соединение разных компонентов в одном препарате дает лучший эффект, чем если бы мы купили все эти растения и принимали отдельно? Это вообще несравнимые вещи. Во-первых, вы не знаете, откуда покупаете какой-то компонент. Во-вторых, например, ункария опушенная и шиитаки, выращиваемые в нашей стране, вообще не будут соответствовать нужным параметрам. Грибы, которые мы используем для приготовления проселект, привозят с экологически чистых плантаций, их натуральной среды произрастания. Некоторые грибы вообще не хотят расти в неродных местах. Можно было бы построить специальные теплицы и создать условия, но это было бы не то. Вот, например, кордицепс. Многие лаборатории пытаются начать выращивать его в искусственных условиях, и ни у кого не выходит. А он растет себе тихонько лишь в определенных частях Тибета. Мы не можем менять и тем самым уничтожать натуральные параметры растения. Против природы не пойдешь. Создавая проселект, мы применили на практике мудрость китайской медицины, что дало нам потрясающий результат. Можно ли этот препарат использовать как вспомогательное средство при лечении вирусного гепатита? Проселект можно принимать при каждом заболевании, потому что, как я уже говорил, он поднимает иммунитет. Ни один вирус, ни одна бактерия не поселилась бы в нашем организме, если бы уровень глутатиона был в норме. Стоит также сказать о пейеровых бляшках. Между кишечными ворсинками есть такие штуки, которые открыл господин Йоганн Пейер. Собственно, его именем их и назвали. Они производят особые иммунные белки, так называемые гуморальные, которые, в отличие от лейкоцитов, научились различать типы угрозы. Например, появилась личинка паразита. Возьмем ленточник. Он не может пробраться и заселиться в организме, так как его сразу распознают. Природа сама знает, что есть что и как с этим бороться. Люди могут создавать лекарства и думать, что они знают, как лучше. Но в нашем теле есть механизмы самоисцеления, и природа лишь помогает нам. Я никоим образом не хочу критиковать лекарства, так как в наши дни они действительно нужны. В западной культуре центр тяжести перенесли в сторону ожидания того, когда болезнь проявится. А ведь мы должны начинать действовать раньше. Поэтому данная биодобавка предназначена не только для тех, кто уже болен. Проселект создан также для людей, которые хотят быть здоровыми и не зависеть от патогенов, провоцирующих болезнь. Если мы хотим избежать вирусного воспаления, то стоит начать принимать этот продукт. Признаюсь, что когда я выезжаю куда-то далеко за границу, например, в Индонезию, Папуа-Новую Гвинею или Центральную Африку, я не беру с собой никаких лекарств, не делаю прививки, потому что надо минимум полгода прививаться, прежде чем куда-то ехать. А я зачастую узнаю о поездке за три недели. Я беру с собой комплекс биологически активных добавок и принимаю порой по 6-8 капсул в день. Удобно еще то, что капсулы упакованы так, чтобы вместо того, чтобы глотать большое количество пилюль одновременно, можно раскрыть и высыпать их содержимое, например, в еду или смешать с водой. Такой универсальный способ употребления. Это облегчает употребление данного БАДа маленькими детьми. Маленькими детьми, взрослыми. Иногда у кого-то возникает сопротивление, то есть человек может перестать верить в то, что ему что-то поможет. Есть случаи, не буду сейчас приводить статистические данные, когда люди находились в так называемом палеотивном периоде, и их фактически выписывали из онкологической больницы умирать. Они начинали принимать проселект и спустя некоторое время стали возвращаться к жизни. Примеров, когда остановился раковый процесс и опухоль исчезла, много. Никакое чудо не произошло. Это просто так называемый эффект Бичера-Беннера, когда организм начинает выздоравливать, и у него появляются силы самостоятельно ликвидировать ненужную ткань. А ненужная ткань – это ткань больная. Редактор субтитров А.Семкин